Санкт-Петербург, мой дорогой друг, старинный друг Виктор Лобынцев, актер, режиссер, чтец, занимается с детьми, ведет группы. Какие ты группы ведешь, Санкт-Петербург? Мы с тобой проводили тогда, прямо такое вот занятие проводили совместное для ветеранов, блокадников Ленинграда. Да-да-да, я помню. Ты смотрел, просто удивлялись, как они после этих занятий у тебя раскрепощались, были такие легкие. Ты там даже им устроил парад мод, по-моему. Это вообще интересно было, да, когда эти дамы, которым 60, 70 и больше, они там кокетничали, ходили. Ну, это и мужчины сразу. Ну, как сильно влияет вот это человеческое общение, да, когда люди раскрепощенные? Вы знаете, сейчас в связи с ковидом, значит, происходят достаточно такие вещи. Люди приходят немножко даже заторможенные, немного испуганные, немного с осторожностью такой, естественно, потому что маски эти все время мешают. Поэтому работать сейчас немножко сложновато. И вот только в конце месяца, через 30 дней они немножко расслабляются, начинают улыбаться. Сейчас мы уже танцуем сальса вместе с ними, разручиваем. Ты что, сальто и хочешь делать? Да, Таня сальса. Скажем в следующий раз, как они сальто делают? Потому что это ключ. Там повторяющее движение. Повторяющее четыре закольцованных движения. Почему я взял сальса? Потому что это чистый ключ. Ты посмотри, а? Ну, ты молодец какой. Слушай, я тебя хочу спросить. Они молодеют у тебя? Да. Вы знаете, первые дни они приходят, взгляд такой испуганный немножечко. Они все такие зажатые. Ну, уже возраст, понимаете? Не так все просто. И вот это как лед. Растапливаешь их. И через неделю, через два они уже начинают общаться, начинают улыбаться. Уже они чувствуют, на какой планете. И оттуда выходит, уже у нас выпускной же вечер есть в конце месяца. И оттуда выходят совершенно другие люди. Мало того, мы им вперед дальше памятку даем. И по ключу, по синфрогимнастике, что они должны делать каждый день. Вот. И чтобы это не просто вот месяц позанимались и все. Потом из города звонят. Они хотят попасть. Они думают, ну, что я вот провожу уроки ключа. Но, к сожалению, уроки ключа, видите, сейчас вообще закрыто все. Так не попасть. Просто так нельзя запрещено входить, понимаете? Только свои люди могут сейчас входить. Это ты имеешь в виду, Виктор, ты работаешь в государственном учреждении. Да, в государственном бюджетном учреждении. Поэтому, чтобы к нам попасть, это, ну, во-первых, должен быть возраст, да. И, значит, оформить какие-то документы. И там уже будет все. И сальса, и ключ, и пение, и все. Слушай, а мне знаешь, что сказал Влад? Он говорит, сейчас молодежь, она, говорит, все время ищет в интернете сверхспособности, как развитие, как там, ну, разные вещи, как вот между стульями лежат, МОЗ делают, на них кто-то становится, сверхспособность. Я говорю, Влад, да я тебя научу это сделать. Он говорит, а как я это сделаю? Я говорю, ну, ты же у нас в школе, ты же знаешь, как приемы делать, сам создаешь. А я что, могу, конечно? Я говорю, что больше ты просто не знаешь технику, я тебе технику покажу. И все придут посмотреть, как это легко делается, любой человек может научиться. Раз ты сальто учишь людей делать в таком возрасте, так молодежь-то. Слушай, ты мне там написал, Виктор, о том, посмотри, пожалуйста, фильм на Оскар, который выдвигает. Что за фильм такой? Сейчас потрясающую новость скажу. Значит, всем, кто нас смотрит, рекомендую обязательно посмотреть фильм, который называется с юмористическим названием «Еще по одной». Да, ты, елки-палки. Они там что, выбивают, что ли? Еще по одной, да. Значит, представляешь, я посмотрю ночью, что за фильм. Это кинокомедия на Оскар уделяется? Она считается кинокомедией, да. Но там не до смеха, потому что жизнь настолько сложна, и просто диву даешься, как люди гибнут во всем мире, не зная ключа. Вы понимаете? Что касается молодежи, значит, эти сорокалетние мужики, они связаны с детьми, понимаете? Они преподают в школе. И какие проблемы, получается там особенно у детей. Поскольку они ключа не знают, у нас это только начали вводить, а они там не знают. И как дети некоторые просто доходят до трагедии от того, что вот не могут они расслабиться. И это просто фильм нужно показывать всем, кто занимается ключом, и смотреть обязательно. Потому что мы голословно говорим, что вот синхрогимнастика заменит там 50-100 грамм. Так вот, посмотрев этот фильм, там просто люди с ума сходят от этой зажатости, от этих блоков, и от всего-всего-всего. То есть это учебное пособие для ключа. Отлично, и все будут такие здоровые, как мы, такие крутые, как мы, такие легкие, как мы, такие свободные, как мы. Это понимаете, что сейчас происходит? Это вот как сейчас с этой самой, со спутником этом ВИИ, не спутник, спутник ВИИ, да, этот, как его? Я не помню, какие там названия. Давайте сейчас не будем эти вакцины, потому что заблокируют наш канал, если мы что-то не то скажем. Подумать, либо мы за агитацию, либо против агитации. Это же черт не что творится вообще. Но я тебе точно говорю, и ты это хорошо знаешь, если человек занимается сегрогимнастикой, ключом, у него иммунитет резко поднимается и меньше заражается. Ну, хорошо, хорошо. Так. Еще один момент, значит, выкристалливация. Что люди разучились, они никогда-то не умели, и сейчас не могут слушать себя. Вы понимаете, они не могут слышать себя, что у них происходит внутри, что с головой происходит. Нас этому не учили. Понимаете? И не учили. В школе, да. Ты же знаешь, у нас уже в школьном учебнике синхрогимнастика, ну, там всего пять упражнений дано. Ну, как пример. Как пример. Потому что люди не знали, что физкультуру на самом деле, когда они делают. Они думают, что надо делать так, как кто-то делает. Делай, как я, делай, как он. А на самом деле надо делать, как делаешь ты, индивидуально. И мы там даем критерии подбора, как подобрать свои собственные упражнения. Чтобы они сразу снимали зажимы. Вот то, о чем ты говоришь там в этом кинокомедии, значит, 50 грамм для храбрости. Если подбирать свои приемы из любой физкультуры. Хоть из йоги, хоть откуда-то. Там у нас принцип подбора путем перебора. Сразу возникает снятие зажима. Вы будете действительно очень смеяться. Давай посоветую, посоветую. Как называется еще раз? Пусть все посмотрят этот фильм. Как называется? Называется еще. Просто набираете в поисковике еще по одной. Фильм 2020 года. Выдвигается на Оскар. Ну, про Оскар даже писать не надо. Пишешь просто. 20-й год. Фильм еще по одной. Все. И вперед. Я сегодня ночью буду смотреть. Наслаждался. Наслаждался, как и мне хватает знания ключа. Ну, получается, что мы опять впереди всех. Да, да, да. Мало того, вы не представляете, что мне все время сейчас ощущение вот это не покидает. Что мы лучшие не только в городе, не только в стране, но и во всем мире. Вы знаете, я подобрал 20 программ. 20. Они танцуют у меня сальса. Они жонглируют. Они поют. Они занимаются ключом. То есть все 20 программ расписаны. И плюс еще массаж им там делают. Ну, где это такое есть? Плюс лечебную физкультуру они там делают. Социальные танцы они танцуют там. Понимаете? Они поют. Они танцуют. Они читают стихи. И все это проявляется. И я хочу сказать, заявить вам официально, что все это появилось, эти 20 программ появились благодаря ключу. У меня. Спасибо, Виктор. Спасибо. Ну, ты мой друг старый. Может, кто-то, новичок сейчас смотрит наш YouTube, у нас там 50 тысяч. Кто подписывается на канал, всегда новое получает. Новичок, допустим, смотрит и подумает, мы с тобой сговорились и рекламу делаем себе. Слушайте, я никогда... Это... Родилось все в течение года. Этого никогда не было. То есть расширилось сознание у меня. Хорошо, я работаю в этом направлении вроде бы. Да-да, ну, так и надо работать. Ничего же не свалится с неба. Но вот это сознание расширилось, и пошли эти программы. Я же их не придумывал вот так вот с потолка. Они просто приходят, как поэту стихи, или там художник рисует. А мне приходят эти программы, понимаете? И мало того, не то, что там в голове что-то. Я завтра же прихожу и внедряю в жизнь. Они сразу у меня это делают. Отлично, отлично. Слушай, а ты представляешь, сколько-то лет назад я всем говорил об этом. Давайте заниматься. Ко мне как-то проезжает человек такой, государственный деятель. Да, мы слышали про твой ключ. Я говорю, ты хоть раз попробовал, как руки расходятся на автомате? Нет. А я говорю, встань, сделай. Он так сделал. А что это такое? Я говорю, а что случилось? Голова перестала болеть. Я говорю, а ты что ни разу не делал? Слышал, слышал, но ни разу не пробовал. Ты понимаешь, кто не пробовал такое, что такое свобода, никогда понять не может, что это такое. Ну, я про эти уже мелочи. Хотя это не мелочи. Уже не говорю, что люди лучше становятся, им лучше засыпают они, спокойнее. Потом, но другая проблема. Ну, конечно, время сейчас такое. Самые какие-то элементарные вещи. Давайте свою мечту, свое желание. А у них ее нету. Вот, вот это страшно. А некоторые мне говорили, а что мечтать? Какой толк от этого? Они даже не представляют себе, что по психофизиологии работы мозга именно в состоянии мечтательности начинает сколько миллиардов клеток мозга синхронизироваться и накапливать запасы питательных веществ, как батарейка с мартфона заряжается. И здоровье потом растет. Они не знают о том, что мечтать надо всегда. Мечтать. Сбудется, не сбудется. Оно и может и сбывается потом. Потому что голова начинает лучше работать на следующий день. Что я еще забыл вам сказать? Я запустил программу смехотерапии. Ну, понятно. А я думаю, что я с тобой разговариваю, мне все время улыбаться. Наверное, ты там какой-то сигнал мне посылаешь, нет? Я расскажу хохму такую. Я позвонил в Москву, там у вас есть это движение смехотерапии. У нас в Питере нет, только у меня она есть. Понимаешь? Я в Москву, и, значит, мужик мне говорит. Да, я позвонил, говорю, ты мне пришли, пожалуйста, программку, или там подучи меня чему-нибудь. Он говорит, 15 тысяч. А у нас на ликбезе бесплатно стоит все. Слушай, я тебе хочу сказать, вот там, где учат смехотерапию, если бы они применили до смехотерапии раскрепощающий приемок ключа одну минуту, так они бы и в смех входили, и куда угодно входили. Они просто этого не знают. Так и делаю. Сначала идет синхрогимнастика, а потом идет, я сразу включаю смехотерапию. Значит, ты первый автор, который придумал вход в смехотерапию. Да. Я представляю. Ну, она же пришла из Индии. Там ее фамилия Катар, Катар. Вот, значит, я увидел этого Катара, значит, он одно упражнение мне показал, не мне показал, там что-то в интернете одно упражнение. Все, мне было достаточно. Я сразу понял все, что как надо делать. Не надо этих 15 тысяч, понимаешь? И она придумывала 30 упражнений по этому смехотерапии. Я тебе хочу сказать, дорогой Виктор Лобынцев, ты, как участник нашей любимой школы, человек будущего, хомофутурусу, как Влад Орлов, там, Александр Цивиль, как многие другие, создают свои приемы. Да. Потому что уже знают принципы. Поэтому я всех сейчас привлекаю. Узнайте принципы ключа, почитайте наши книги. Сейчас новая книга моя вышла. Почитайте их, посмотрите, что за принципы. И вы тоже сможете создавать себе разные и изобретения, и песни новые сочинять, и лучше на пианино играть. Раскрепощайте, раскрепощайтесь. Потому что каждый из нас по природе своей творец. Нам мешают только зажимы. Штампы стереотипов, зашоренность, страх, комплексы. А когда делаешь приемы ключа, раскрепощаешься. И ты уже такой становишься свободный. Ну, видишь, какой я. Вот рубашечка такая у меня. Я сручил, конечно. Ну, пошутить-то тоже надо, потому что настроение такое хорошее поднимается. Я не пью уже 10 лет вообще ни капли. И поэтому сегодня буду смотреть, как люди, которые не знают ключа, вынуждены мучиться. И последнее, чтобы они знали, что я не просто так хвастаюсь, пусть они посмотрят наш канал. Пусть они набирают так, Виктор, открывает Ютуб, поисковик в Ютубе, нажимают, Виктор Лабынцев канал. И нажимают. И там все 100 программ. Отлично, отлично. Виктор Лабынцев. Канал. Канал. Да, все. Я тебя обнимаю. А теперь мы сделаем еще ролик для молодежи. Мы с Владом. Владом. Он сейчас делает там между стульями такую каталепсию. Да, я в свое время показывал, когда я джиу-джитсу там всякими делами занимался. Ребятам, как делается каталепсия, и у меня 100 килограмм, я становлюсь на эту Васю, там у нас был Фалин, он выгибается так, а я на нем стою. У меня есть фотографии такие, все балдели. Я этому всех учил. И всех мы можем сейчас, всех молодых, научить самым потрясающим вещам, о которых им даже и не снилось. До встречи. Спасибо тебе, Виктор. В последнее обращение хочу к нашим подписчикам, кто ваш канал смотрит, наш канал. Значит, вы знаете, это действительно прорыв. Прорыв феноменальный в этом веке. Хосай Мавгалевич правильно сказал. В каком-то веке был цигун, в каком-то веке занимались йогой. Сейчас нужно заниматься ключом. Потому что доказательства, вот когда вы посмотрите этот канал, на что меня сподвигло и что я делаю с людьми, какие они выходят оттуда. Они там тоже говорят про ключ, про влияние всего. Но истоки пошли, запомните, я многим чем владею. Но я хочу вам четко сказать, истоки пошли от ключа. Потому что ключ мне это все открыл. Открыл мозги и на здоровье, и на все эти программы, и общение с людьми. И все, все, все. Поэтому вы обязаны заниматься этим каждый день. И у вас будет прорыв во все. Хотя бы 2 минуты, 5 минут. А когда сильно стресс схватил, и 15 минут. Ну, там есть у нас методы. И ключевая разгрузка, и ключевое дыхание. Разные методы. И перезагрузки. Подбирать себе каждый. Там есть критерии. Виктор, я, как говорится, напоследок тебе хочу сказать, как я тебя люблю и уважаю. Ты человек творческий, неугомонный. И поэтому ты как свет делишься со всеми. Я тоже такой же. И вот нам надо больше и больше людей к нам на канал собирать. Чтобы нормальные, так сказать, люди общались между собой. И светили всему человечеству. Потому что и в йоге это есть, и в цигуне это есть, и везде это есть. Ну, там мы вытащили оттуда эту соль. И показали в научном раскрытом виде. И самое главное, что все это утверждено. Эминсграум и так далее. Все это официально. Поэтому я тебя обнимаю. До встречи. 78 лет женщина приходила и просто сидела и делала, делала, делала. И у нее ничего не получалось. Но она приходила, не понимая ничего. Просто делала, делала. И она сначала говорила, я не хочу жить уже, Виктор. Все. И я устала, я устала. И она просто приходила на автомате, не понимая, делала, делала. В результате она стала ходить в кино. Она стала встречаться с друзьями. Она стала ходить на выставки. Вот что делает ключ даже неосознанно. Ну, потому что там научный метод. Это не зависит от того, веришь ты в это или не веришь. Там принципы нейрокибернетики. Повторяемые движения снимают напряжение. Это закономерность. Там описаны эти все закономерности. Любой человек, верит он в это, не верит. Если он это делает, у него получается. Вот что отличает наш ключ от того, что было все эти тысячи лет. До встречи, Виктор. Смотрите. Спасибо. Спасибо тебе за встречу. Спасибо, что ты нашел время. Спасибо. Спасибо.